Друзья, всех рад приветствовать! Наконец-то на смартфон Xiaomi стало доступно новейшее обновление MIUI 13 0.12.0 на базе 12 андроида. Сразу небольшой спойлер, это обновление порадовало, много интересных новых фишек пришло с этим обновлением. В этом видео сделаю обзор этих фишек, покажу что добавилось нового, тесты производительности и в конце видео стоит ли обновляться до этого обновления. Кому интересно, не переключайтесь! Перед просмотром этого видео хотел рассказать вам о новинке от китайского производителя Tronsmart портативная Bluetooth-колонка Groove 2. Время автономной работы до 18 часов, поддержка новейшей версии Bluetooth 5.3. Вокруг сетки динамика идет подсветка, которую при необходимости можно отключать. Поддержка двух режимов эквалайзера. Две такие модели можно объединять в режим стерео. Динамик общей мощностью 10 Вт с пассивным излучателем. Корпус модели защищен от воды по стандарту IPX7. Снизу есть крепление под штатив и карабин идет в комплекте. Актуальную стоимость и более подробные параметры можно посмотреть на Алиэкспресс. Ссылку я оставлю в описании под видео и закрепленном комментарии. Возвращаемся к теме этого видео. Как обычно, начинаем со списка изменений. Что же здесь пишет производитель-разработчик прошивки? Обновлена система безопасности Android август 2022 года. Улучшена безопасность системы. Тут, к слову, предыдущее обновление MIUI 13 0.10. Там была обновлена система безопасности Android на июнь месяц, а тут уже сразу на август. Максимально актуальный патч безопасности. Показываю на примере смартфона Redmi Note 10 Pro. Вот именно на примере этого смартфона прошивка. Прошивка с индексом MI глобальная, стабильная. И вот оно обновление системы безопасности Android 0.01.08.2022 год. И по списку изменений здесь разработчики далее не добавили, что еще добавляется. И давайте же разбираться, что здесь добавляется нового. Начнем обзор с рабочего стола. Здесь, друзья, рабочий стол уже прокачан, его даже не нужно обновлять. MIUI рабочий стол. Здесь сразу новый интерфейс, это понятно. Есть сразу функция не показывать текст на иконках. В предыдущем обновлении для этого смартфона этих функций не было. Нужно было обновлять из APK файла рабочий стол, чтобы добавилась эта функция. Сетка 4 на 7 добавляется в таком режиме. Самая такая классная штука, это если мы зайдем в еще, скорость анимации. Можно включать медленно, сбалансировано и быстро. Я сразу установил на медленно и здесь у нас анимация прям отлично идет при сворачивании и плавность работы интерфейса. И также интерфейс отрабатывает 120 герц. Главное в настройках, друзья, его включать в эти 120 герц, потому что после обновлений, возможно, будет по умолчанию 60. И чтобы отрабатывал максимально плавный интерфейс, включаем 120 герц. Если у вас нет этих фишек на вашем смартфоне, о которых я рассказал рабочего стола, то можно обновиться вручную при помощи APK файла. Скачать его можно в моем телеграм-канале Realtek. Прямую ссылочку на скачивание оставлю в описании под видео. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал Realtek. Здесь много интересного и полезного контента. Далее, друзья, здесь по настройкам рабочего стола, конечно же, здесь можно показывать предложение отключать. Вот этот вот блок. И расположение объектов недавних можем переключаться на горизонтальное отображение. Версия рабочего стола здесь сразу релизная 4.25.1 и так далее. Это сразу отмечу не самая последняя версия, но я даже бы не обновлял, если установлена такая версия. Работает она отлично и нареканий нет. В моем телеграм-канале, кстати, есть более новая релизная версия. Идем, друзья, далее. Что здесь починили по этому обновлению? Если мы зайдем в экран, вот он экран, и при включении темного режима, включаем темный режим, параметры темного режима здесь есть. И вот внизу отдельные приложения, которые мы можем адаптировать под темный режим. В некоторых обновлениях этот пункт убрали. Здесь же мы можем адаптировать и приложения под темный режим, которые даже не поддерживают темный режим. И здесь просто-напросто выставляем приложение, которое хотели бы адаптировать. И вот таким вот образом это будет работать. Здесь имейте в виду, что в этом обновлении как раз таки эта фишка работает. Что, друзья, здесь по шторке? Шторка по умолчанию установлена самая обычная из MIUI 12.5. Но в этом обновлении работает вот такая вот шторка, если обновить плагин пользовательского интерфейса. И самое еще интересное то, что эта шторка будет работать с виджетом музыкального плеера. Можно добавить вот такой вот виджет музыкального плеера и он будет работать. Переключать следующий предыдущий трек очень удобно. Пользоваться этим с центра управления. Как это сделать, я показал и рассказал в отдельном видео. Ссылочка будет в моем телеграм-канале. Ссылка будет тоже в описании и закрепленном комментарии на это видео. Хотел бы, друзья, еще порекомендовать после обновлений до этой версии MIUI сразу заходить в обновление компонентов. Здесь сразу же очень много появляется стоковых приложений, которые есть возможность обновить и после обновления там добавляются еще новые фишки. И я сразу после обновления вот Media Editor обновился, безопасность, заметки и другие стоковые приложения. Когда они обновляются, добавляются новые фишки. Вот, кстати, часы обновились. Но если мы их запустим, ну здесь исправление и улучшение, по большому счету, интерфейс не изменился. Но буквально в один клик обновлением стокового приложения часы до последней версии можно установить интерфейс из MIUI 14. Ссылку, кому интересно, на это обновление тоже оставлю в описании. И у нас тогда появляется такой вот раздельный интерфейс будильников и немножко обновленные разделы интерфейса. Далее переходим в галерею. Здесь добавляются тоже новые фишки, так называемый режим Pro. Нажмем на редактирование видео и здесь у нас добавляется режим Pro. И здесь есть шаблоны для создания коротких видео с различными интересными эффектами и добавлением фоновой музыки. Далее редактор у нас здесь, конечно же, идет фильтры, улучшения. Новый раздел вот этот улучшение, где мы в режиме реального времени можем делать видео более интересное, оттенки делать, насыщенность цветов, яркость и так далее. В режиме редактирование фото у нас здесь тоже обновленный интерфейс, основной раздел. Далее раздел AI функции искусственного интеллекта. Здесь еще становится больше эффектов по замене неба. Есть функция ясный день, где мы можем сделать такой ясный день, даже если была пасмурная погода. И динамические эффекты и другие эффекты здесь есть. Расширенная функция эластика вручную, удаление линий, удаление людей с фотографий. Количество функций здесь в ластике будет зависеть еще от модели смартфона. Нравится мне этот редактор еще галереи тем, что есть функция вернуться на несколько шагов назад, на несколько шагов вперед. Достаточно удобный интерфейс. Идем далее. В этом обновлении идет самое последнее обновление игрового режима. Во-первых, это обновленный интерфейс самого приложения. Если мы запустим игру, здесь игровая панель тоже идет обновлена и улучшена. Автоматически очищать память функция добавляется во время игры. Освобождать место в хранилище. Мониторинг производительности. Вот эту кнопку нажимаем. Можем смотреть FPS до, FPS после и повышать производительность специальным переключателем. Вот таким вот образом. Когда это ускорение и оптимизация не нужна, просто нажимаем кнопку остановить. Ну и все эти функции очищать память, освобождать место, изменение голоса, таймер и другие опции здесь присутствуют. А также параллельно можем запускать приложение в оконном режиме параллельно игре. Тоже достаточно удобная функция. Удаление стоковых приложений предустановленных. Если мы, к примеру, удалим тот же калькулятор. Вот он удаляется. Далее, к примеру, компас. Перейдем в настройки приложение. Удаление системных приложений. Как мы видим, не удаляются, только отключаются ярлыки с рабочего стола. Здесь вот есть такая опция, конечно же, удаление ярлыков на рабочем столе. Причем, когда мы их удалили, здесь у нас эти ползунки автоматически не поотключались. И чтобы повторно включить, нужно, например, калькулятор опять удаляем, включаем, тот же компас, находим, удаляем, включаем. И вот таким вот образом включается повторно. Покажу полезную фишку компаса, возможно, не знали, если мы запускаем приложение компас MIUI. Вот у нас здесь компас, да? Но если мы сделаем свайп вправо, у нас компас превращается в уровень. Функция уровня. Если уровня не оказалось под рукой, то можно использовать смартфон. Если не знали об этой функции, друзья, не забудьте поддержать видео лайком. Теперь поговорим о производительности смартфона с этим обновлением. Показываю на примере Redmi Note 10 Pro. Здесь у нас тестирование процессора в одноядерном и многоядерном режиме. Следующие значения. Это стандартные значения для этого смартфона. То есть производительность не проседает. Идем далее. Приложение у Antutu смартфон набирает 337 890 баллов. Тоже стандартные значения для этого смартфона. И 15-минутный тест на троттлинг со стандартными значениями. У нас получается следующий ровный график. Просадок не наблюдается. И гипсы минимальные и максимальные тоже в пределах нормы. По итогу, друзья, сейчас это обновление тестируется и вот-вот скоро оно начнет приходить по воздуху. Если оно начнет приходить, стоит ли обновляться, я считаю, да. Здесь у нас и самый новый патч безопасности на август месяц. Много идет новейших фишек той же галереи. Шторку можно прокачать даже с музыкальным плеером рабочим. Сразу уже одни из последних версий обновления стоковых приложений, галерея, редактор галереи. Все эти новые фишки здесь присутствуют. Если поддерживаете рубрику по обновлениям, не забудьте поддержать видео лайком. Всем пока и до встречи в новых видео.